И всем привет, ребят! С вами в Инстребайке, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний ведерок посвящен разговорной тематике и обсуждению нашей самой наболевшей темы. Появилась очень приятная информация из первых уст, и сегодня я готов вместе с вами ею поделиться. Буквально только что я выключил стрим, на котором поступила информация от Досера. И информация очень и очень хорошая для нас, как игроков. Если вы рады, так же как и я, потому что, ну сейчас вы точно, я думаю, что будете рады после информации определенной. То обязательно поддержите данный видос лайком, оформляйте подписочку на канал. Ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 1 миллион кристаллов на 15 тысяч танкоинов. Для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте мой личный такт, тактимпе. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть у нас в описании. Буквально сегодня, ребяточки, у нас произошли изменения в игре. Вы знаете о том, что у нас полностью отключили мобильную версию игры. И если до сегодняшнего дня, до вот момента этого вечера, я думал какие-то определенные там вещи и склонялся, то это может быть ДДОС, может быть это какие-то новые обновления, может быть это еще что-то, то на момент этого вечера, после информации от ДДОСера, которую он прислал на стриме, да, есть у нас минимальный контакт, можно так сказать, когда он передает какую-то определенную информацию, он сказал то, что Орех поставил новые сервера с защитой от ДДОСа, и на сегодняшний момент времени ДДОС, можно так сказать, повержен как минимум на определенный срок, так как ДДОС не может пройти через защищенные сервера. Именно с этим связано отключение мобильной версии игры, да, потому что перенос произошел на основных серверах, а с мобильными серверами, я так понимаю, там получился какой-то дисконнект, да, и там надо какое-то определенное время, чтобы тоже перейти на эти новые сервера, но с сегодняшнего дня официально в игре стоят новые сервера, которые не могут ДДОСиться, единственное, появились небольшие проблемы и неполадки у, как минимум, игроков с Украины, да, на стриме сейчас я уже играл, и ребята говорили, что там у кого-то не грузит, у кого-то грузит частично, но я думаю, что это именно проблема с серверами, сейчас переход полноценный произойдет, и эта проблема тоже решится, но я, честно говоря, рад, рад тому, что ДДОС, как я уже сказал, как минимум на определенный срок, не будет мешать играть, стримить и давать контенту, ну и самое главное, самое главное, это то, что можно теперь 100% ждать полноценную компенсацию, которая, может быть, уже завтра появится в нашей игре, если ДДОС повержен, если Орех уничтожил ДДОСера, то, может быть, и вкусный контактик заедет тоже в ближайшее время, поэтому ждем, надеюсь, что это не какая-то шутка, не какой-то рофл, да, потому что, как я уже сказал, информация была из первых уст, я не думаю, что человек бы просто так бы шутил или рофлил, он просто, можно так сказать, признал свое поражение на определенный срок, но он сказал, что будет искать новые пути для подхода к игре, но, как минимум, определенное время с нашей игрой теперь проблем не будет, поэтому можно полноценно ждать вкуснейшую компенсацию и уже завтра турниры, которые вчера еще испытывали технические неполадки и ДДОСы на серверах, уже этого испытывать не будет, у нас будет все стабильно и четко работать, заодно завтра мы все это дело и проверим, поэтому ждем компенсацию, и если хотите ее видеть, так же, как и я, то обязательно тулите лайкозавра на этот видеоматериал, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, чтобы не писать новые видеоролики, ну а с вами был мистер Ванька, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!